Ребят, всем привет! Сегодня я хочу рассказать о том, как я при покраске древесины добиваюсь максимально черного смоленого цвета. Для этого я пользуюсь красками на основе масла. В частности, вот производитель германский Osmo. Краска называется Decorvax Decant. Цвет, как я уже сказал, черный. И для того, чтобы нам добиться идеально черной, практически смоленной поверхности, тут есть очень много нюансов, о которых я вам и хочу рассказать в данном видео обзоре. Для того, чтобы добиться черного цвета, я предлагаю под краску на основе масла, под черную краску на основе масла, положить черный грунт. В качестве черного грунта мы будем использовать любимую мною морилочку самодельную на основе уксусной кислоты и железных опилок или железной металлической ваты, либо просто гвоздей, как у меня. Итак, я сейчас покрою данный образец по данному способу. После того, как он у нас почернеет, почернеет он очень хорошо, уж поверьте мне, после того, как он почернеет, мы можем нанести на эту поверхность, загрунтованную таким способом, мы можем нанести тоненький слой краски на основе масла. Теперь мы должны дать какое-то время на просушку. Еще раз напомню, что все краски на основе масла, они требуют нанесения на идеально просушенную поверхность. Влажность древесины должна быть 9 плюс минус 3 процента, не более того, иначе, соответственно, ухудшится адгезия и ухудшится впитываемость входящих в состав этих красок масел в толщу древесины. Ну а на обратную сторону одну сторону мы сделали морилкой, на другую сторону давайте, чтобы деревяшку не переводить, я намажу краску на основе масла, но просто без морилки, чтобы потом мы могли сравнить полученный результат. Итак, намазал я краску так, как положено, получился вот такой цвет. Он конечно приятный, хороший цвет, но он не максимально черный. Нам нужно максимально черный цвет, потому что тема данного видео именно как сделать максимально черный цвет. Ну и теперь, когда наша морилка просохла, мы на поверхность наносим, как я уже сказал, тонкий слой нашей краски черной на основе масла. Наносим, ждем некоторое время, я обычно жду недолго, максимум 5 минут, в нашем случае можно даже совсем не ждать. И вытираю насухо. Я несколько раз меняю салфетки до тех пор, пока салфетка не будет совершенно чистая. Далее сушим и смотрим, что у нас произойдет после сушки. Сверху дерева сейчас нет никакого слоя краски. Все, что вы сейчас видите, это все полностью впитавшаяся в древесину краска. Соответственно, исходя из логики, она и царапаться не будет. Я сейчас камеру поставлю, чтобы руки не держать и попробую показать вам, как она будет вести себя на механические повреждения. Вот таким образом я покажу. Вот я беру ногтем и ногтем пытаюсь покорябать. Видно, что краска не корябается. Вот, допустим, поперек. Поперек волокон. Видно, что ничего практически не остается. Тут, если приглядываться, конечно, можно увидеть какие-то микроскопические царапинки. Но краска нормально держит. Держит она потому, что слой краски на поверхности древесины отсутствует. Вся краска впиталась в древесину. Только так мы достигнем идеального качества покраски и долговечности покрытия. Почему нельзя красить просто краской жирным слоем, чтобы сделать, так сказать, за один проход жирный слой краски и большую цветовую насыщенность. Вот такой кусочек я покрывал. Я его здесь покрыл просто вот этой краской, помазал толстым слоем. И вот давайте попробуем данную заготовку покорябать. То есть результат налицо. Вот так, наверное, видно. Вот я этим же самым ногтем, я корябаю. Происходит вот такая вот очень замечательная ситуация. То есть, еще раз, это вопрос о том, что я говорил до этого. Нельзя наносить краски на основе масла толстым слоем. Но, опять-таки, вот этот образец, который мы подготовили, он не должен эксплуатироваться вот таком вот в конечном виде. Потому что любая краска на основе масла, она должна сверху защищаться финишным покрытием, тем же самым маслом, только прозрачным. Поэтому мы сюда нанесем масло с твердым воском, защитим его двумя слоями. Это нам даст еще и небольшое изменение цвета. Сейчас я нанесу и посмотрим, как изменится цвет под финишным покрытием. Покрою я вот таким вот маслом, масло с твердым воском. Компания Сайкос, производство Германия, премиум, хардвоксойл называется. Это совместимый продукт, потому что они оба идут на основе масла. А то, что разные производители, Осмо, Сайкос не имеет никакого значения. Потому что все продукты на основе масла, они взаимозаменяемы. Вот так меняется цвет. То есть, когда мы покроем маслом, цвет станет еще более насыщенным. Это проявит фактуру. Сейчас эта вся поверхность просохнет. Фактура у нее проявится. Еще больше блеск исчезнет. Такого блеска не будет. Будет шелковисто-матовый блеск. Я вам покажу, как она будет смотреться после высыхания. Итак, масло у нас высохло. Вот такой получился окончательный цвет. Как видно, фактура вся видна. Что, в принципе, мы и хотели достичь. При сохранении фактуры мы достигли максимально черного цвета. Чернее уже, в принципе, не сделаешь, как я уже сказал. Если данное видео было полезно, не забывайте подписываться на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Кнопочка подписки, как всегда, прямо перед вами. Всем пока. До новых видео обзоров. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok